Добрый вечер, мы продолжаем повышать пенсионную грамотность граждан. В эфире наша еженедельная рубрика «Пенсия Киезет». С нами в студии автор и ведущий проекта Дамир Анитов. Дамир, здравствуй, расскажи о новых проектах и планах. Добрый вечер, Аскар. Проектов немало, но о них мы поговорим в нашей виртуальной студии. Пожалуй, одним из самых интересных нововведений, вступающих в силу с 1 января 2024 года, является появление нового вида пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателей. Вокруг новых взносов было много вопросов. Эта норма неоднократно переносилась после общественного обсуждения. Некоторые руководители и по сей день не совсем разобрались с нюансами нововведения. Объясним. Итак, что такое ОПВР? С 2024 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов от зарплаты работника, дополнительные проценты за счет своих собственных средств. Таким образом, работодатель разделит социальную ответственность за пенсионное обеспечение самим работником, который формирует накопительный компонент, и государством, которое обеспечивает базовую выплату. Размер ОПВР в 2024 году составит полтора процента от дохода работника и постепенно будет повышен до пяти процентов. Но вот возникает вопрос, а не станет ли это нагрузкой для работодателей? Тенгитай, ждем от тебя разъяснений. Здравствуй, Дамир. Во-первых, ОПВР будут оплачиваться не за всех сотрудников, а только зарожденных в 1975 году и позднее, поскольку они не будут получать солидарную пенсию. Во-вторых, ты правильно сказала, по этапному повышению размера взноса. Ну и кроме того, расходы работодателя по уплате ОПВР в соответствии с налоговым кодексом отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя будет равномерной. Тенгитай, а можно ли уточнить размер ОПВР в процентах по годам? ОПВР будет осуществляться за счет собственных средств работодателя, но рассчитываться исходя из дохода работника. В 2024 году это всего полтора процента. За пять лет размер взноса будет равномерно повышаться на один процент и в 2028 году составит пять процентов. Спасибо большое, Тенгитай. Но, как и везде, есть свои нюансы. Ежемесячный доход, принимаемый для исчисления ОПВР, должен быть менее месячной заработной платы, но и не должен превышать 50-кратный МРЗП, установленный на соответствующий финансовый год с законом о республиканском бюджете. О значимости нового вида взносов, а также о том, как они будут уплачиваться, расскажет наш спикер, представитель АОНПФ. Добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с того, что данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, которые не будут получать солидарную пенсию из государственного бюджета. Их пенсионное обеспечение после окончания трудовой деятельности будет складываться из трех компонентов. Базовые пенсии от государства, накопительные за счет своих отчислений в единый накопительный пенсионный фонд и условно накопительные за счет взносов работодателей. Таким образом, в старости работники будут обеспечены дополнительной накопительной пенсионной выплатой. Теперь по перечислению взносов. Обязательные пенсионные взносы работодателей уплачиваются в ЕНПФ работодателями через государственную корпорацию правительства для граждан с приложением списков работников, физических лиц, за которых перечисляются ОПВР. Спасибо за ответ. Дополню, что в отличие от индивидуально накопительной пенсионной системы, пенсионные накопления за счет ОПВР являются условно накопительными. Это значит, что они не являются собственностью работника, не наследуются. Кроме того, не могут быть использованы на жилье или лечение, переведены по выбору вкладчика в управляющую компанию для доверительного инвестиционного управления или в страховую организацию для покупки пенсионного аннуитета. И в конце нашей пятиминутки с ЕНПФ предлагаю небольшой географический экскурс. Участие работодателя в пенсионном обеспечении работников – нормальная практика во многих странах мира. Так, если в Казахстане к 2028 году размер ОПВР составит 5%, то, например, в Австралии в частном секторе работодатель платит 9,5% в счет пенсии работника. В Дании работодатель перечисляет 8%, а работник – всего 4%. В Исландии взнос работника – также 4%, а работодателя – 11,5%. В Сингапуре из 37% общего размера взносов работодатель платит 17%. На этом выпуск подошел к концу. Надеюсь, мне удалось доступно и понятно донести до вас смысл и значимость нововведения. Коллега, передаю вам слово.